Сто борцов Югры и Ямала сошлись в поединках. В Лангепасе состоялся открытый турнир по вольной борьбе памяти Богдана Кутарланова. Спортсмены боролись за победу в девяти весовых категориях. Как только один из участников поединка оказывается на лопатках и в течение десяти секунд не может вырваться из захвата соперника, судьи присваивают второму чистую победу. Только за один неверный шаг, подсечку или переворот спортсмены рискуют остаться без заветной награды. Захват и броски сбивания на этих приемах основывается вольная борьба. Лангепасец Асхаб Шамшукаев за 10 лет тренировок их отработал до автоматизма. Первое место хочу занять. Все. Второе, третье не устраивает меня. Тренировался, бегали, кросс сделали, качались. Около ста спортсменов из девяти городов Югры и Ямала приехали в Лангепас. Схватки проходят на татами. Это специальные маты для борьбы. Для каждого юноши соревнования далеко не первые. Поэтому своих противников они так или иначе уже встречали. По мнению тренера лангепасской команды, самыми сильными противниками в этот раз считаются сургутяне. В каждом весе есть свой лидер. Мы надеемся, что у нас из девяти весовых категорий трое ребят выйдут в финал. А уже в конце борьба покажет. У вас условия очень хорошие, благоприятные, довольные борьбы. По поводу организации соревнований, организация на лучшем уровне. В гостинице и проживание, и питание, все есть на такой момент. Мы всегда довольны, всегда рады быть на вашей земле гостеприимной. По итогам поединка спортсмены из Лангепаса завоевали семь наград. Лидерами по количеству победителей турнира по вольной борьбе стали борцы из Сургута. София Исаак при поддержке телерадиокомпании «Лангепас плюс».